Сказка про русский военный корабль Москва. Жили-были орки, вернее и сами не жили и другим не давали, варили землю в горшках для пропитания, ворвали и грабили и были очень завистливые. А правитель их верховный давно умом тронулся. Гонор, царь наш трехголовый, летит. Потерял он покой и сон из Украины. Деноцификация будет. Что не понимаешь, дурная башка, Владимир Владимирович, спаситель наш, измучился русский народ от бандерцев, фашистов проклятых. Защити наш народ и землю нашу святую от украинцев, да и доченьки резиночки для волос уже нужны. Пригурюнился народ русских. Кто защитит от расширения НАТО на восток? Долго мы держались, да все равно напали бы они, вопрос времени только был. Да построим мы корабль Москва, да пойдем на Украину, защитим народ наш русский. Ты гуляй там, только мне ничего не рассказывай. И шкаф-купе привези. Как же в танке я его помещу. И машину стиральную возьми, козел. Я слышала, у них в Киви удобство есть, унитаз называется. Умоляю, привези. Конечно, привези. Тушь для ресниц. Бугажник на машину. Хороший ковер ты привез из Казахстана. Тебе диван бы нужен. Собачью будьку, сынок. И немецкий миксер. Вадимир, Вадимир Вячеслава. И построил народ русской корабль Москва. Хороший корабль. И пошли они на этом корабле деноцифицировать народ украинской. И вот утонул русской военный корабль Москва. И орк русской оказался на дне морском. В царстве владыки морского Нептуна. Добро пожаловать к нам на дно. Теперь это наше, русское дно. И проведем мы здесь референдум. И освободим вас от фашистов. Кто здесь фашист? Я фашист. Это со дна морская. Вслед за русским военным кораблем пошел со дна. И поскокал русский с военного корабля Москва на морском конике по известному всем адресу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова